Наверное, вы много раз слышали фразу «экосистема Apple». Под ней обычно подразумевают взаимодействие между разными гаджетами компании. Между смартфоном и компьютером, легкий переход наушников от телефона к планшету и так далее. Но Apple тут не одна. Свою экосистему попытались сделать еще две компании – Samsung и Huawei. Так давайте сравним их. Посмотрим, кто и как работает, чем эти три системы отличаются и кто, в конце концов, лучше. Давайте раз и навсегда разберемся, что такое «экосистема». Понятие пришло в мир технологий из природы. «Экосистема» – это когда растения, животные и микроорганизмы живут в связи друг с другом, образуя замкнутую систему. Все и все зависят друг от друга. Пчела зависит от цветов, фруктовые деревья зависят от пчелы, медведь зависит от того, сколько будет фруктов и так далее. В мире технологий, точнее, в мире гаджетов, «экосистема» – это тоже взаимосвязь. Связь телефона с наушниками, планшета с компьютером или синхронизация фотографий с разных устройств в одно облако. Самый простой пример экосистемы – это наушники. Представьте, что у вас есть планшет и телефон, и вам постоянно приходится переподключать наушники в настройках, когда вы пользуетесь то телефоном, то планшетом. Чтобы этого не делать каждый раз, некоторые производители додумались сделать в наушниках память. Например, у Huawei FreeBuds 4 есть память до пяти разных устройств, и они умеют подключаться автоматически сразу к двум устройствам. Если вы слушаете музыку на ноутбуке, а вам звонят на телефон, можно без переподключения ответить на звонок с наушников. Это удобно. Выбирать приоритетное устройство можно в приложении AI Life. Сделано оно неплохо и работает все быстро и наглядно. У Samsung и Apple эта история работает немного по-другому. Galaxy Buds или AirPods привязываются к вашей учетной записи и могут подключаться к любым устройствам, на которых есть эта ваша учетка. Но фишка с наушниками или со всплывающими окнами при их подключении есть уже у всех, поэтому это уже не так интересно. Важнее, насколько глубоко все это интегрировано в систему. Давайте начнем с Huawei. У Huawei есть сразу две фирменные технологии. Первая это Huawei Share, которая позволяет легко делиться файлами между разными устройствами по воздуху и без кабелей. А вторая это Huawei Super Device. Это беспроводная рабочая среда, которая позволяет связывать компьютеры или мониторы компании со смартфонами и планшетами. Ноутбуки с поддержкой Super Device оснащаются NFC меткой. Прикладываем смартфон Huawei к этой метке и он подключается. Телефоны постарее и подешевле таким образом позволяют быстро передавать файлы по воздуху туда и обратно. Главное, чтобы у телефона тоже было NFC. Смартфоны поновее и подороже умеют не только расшаривать свое хранилище по Wi-Fi, но и позволяют выводить картинку на экран ноутбука тоже без проводов. Можно полностью управлять смартфоном с экрана ноутбука, отвечать на звонки, запускать приложения, перекидывать файлы и так далее. Экран телефона можно расшаривать и на планшеты, и на телевизор Huawei, и даже на монитор. Да, китайцы делают довольно интересные мониторы. Например, MateView. Крайне необычный по соотношению сторон, но очень интересный дисплей по своим характеристикам. На него тоже можно выводить изображение, как по проводу, так и без проводов. Планшеты Huawei тоже можно подключать к компьютеру, и тут вообще целый набор возможностей. Можно также передавать быстро файлы по Wi-Fi. Можно подключать планшет как второй экран ноутбука. Есть три режима такой работы. Режим зеркала, когда на планшете та же картинка, что и на ноутбуке. Режим расширения, когда планшет становится вторым экраном с дополнительным пространством для работы. И режим коллаборации, который позволяет управлять и планшетом, и ноутбуком одной клавиатурой-мышкой. Ну и понятное дело, у Huawei есть умные часы, есть true wireless наушники, и все они тоже так или иначе взаимодействуют со смартфоном. Вообще, философия Huawei построена на том, что все крутится как раз вокруг смартфона. Он центр умного дома и центр вашей жизни. Также у Huawei есть и некоторые сервисы. Например, собственное облако, где вам дается 5 бесплатных гигабайт, и вы можете докупить больше места, если вам не хватает. При этом доступ к облаку будет с любого устройства, надо только установить приложение. Есть поиск потерявшихся устройств и их привязка к вашему аккаунту. Есть общий буфер обмена, можно скопировать текст на телефоне и вставить его на ноутбуке или на планшете. В целом, у Huawei получается такая больше мультимедийная история. Перекинуть экран, файлы, источник звука с телефона на планшет и так далее. Конечно же, компания пытается сегодня создать и связь на уровне облачной интеграции. Например, у Huawei есть приложение умного дома AI Life, куда можно добавить все ваши гаджеты и создавать сценарии. Проблема только в том, что Huawei пока больше ориентирована на собственный китайский рынок. Все эти гаджеты крайне сложно найти у нас. А работает AI Life, как я понимаю, только с устройствами от Huawei и ее партнеров. Добавить в умный дом Huawei лампочку от Xiaomi не выйдет. Такая вот система получается у китайской компании. Она вроде бы интересная, но видно, что ориентирована больше на внутренний рынок. У Samsung, в отличие от Huawei, история немного другая. Компания выпускает не только смартфоны, часы и планшеты, но и бытовую технику. Отсюда сильный крен экосистемы в сторону умного дома. У Samsung есть фирменное приложение SmartSynx. Оно доступно на всех платформах. И на iOS, и на Android, и на Windows, и даже на телевизорах. В приложении SmartSynx можно добавлять устройства не только Samsung, а практически любой компании и создавать самые разные сценарии. Например, можно запрограммировать лампочку, чтобы она загоралась зеленым или красным, когда у вас закончилась стирка или приготовилось блюдо. Или можно настроить, чтобы утюг или весь свет в доме отключался, когда вы и ваш смартфон покидаете этот дом. Таких вариантов тут много, и вы можете сами их придумывать. При этом у Samsung есть своя экосистема и вокруг смартфона. Есть умные часы, есть наушники, есть умные брелоки SmartTek, позволяющие искать вещи, и есть само приложение для поиска этих потерянных вещей и гаджетов. Кстати, в отличие от ипловского AirTek, брелок Samsung имеет встроенную кнопку, и ее можно запрограммировать на три действия. По двойному нажатию будет включаться поиск телефона, а на одно нажатие и долгое зажатие можно повесить вообще любую функцию, например, отключение и включение всего света в доме. Некоторые флагманские смартфоны Samsung могут также работать и как компьютер в режиме DeX. Подключаете его к телевизору или к монитору с поддержкой Miracast без проводов, и вот у вас уже компьютер, что-то вроде Chromebook. Телефон при этом можно использовать как тачпад, или можно к нему подключить клавиатуру и мышку. Конечно же, у Samsung есть свои телевизоры и мониторы, и привязка смартфонов к ним очень тесная. Можно и видео отправлять, и фотографии смотреть, и умным домом с телевизора управлять, и в общем, все что угодно. Некоторые мониторы Samsung тоже имеют умную начинку, например, M8, про которую мы не так давно делали видео, может работать и как телевизор, и как классический монитор, и как беспроводной экран для смартфонов и планшетов. И что мне особенно нравится в таких умных телевизорах или мониторах Samsung, они поддерживают не только собственные протоколы связи, но и обычно еще и Chromecast от Google и AirPlay 2 от Apple, что делает их максимально удобными и универсальными. У Samsung, конечно же, есть еще и свои планшеты, причем в премиальном сегменте это, наверное, лучшие Android-планшеты на сегодняшний день. Между планшетами и смартфонами Samsung можно быстро перегонять файлы с помощью технологии NearbyShare, что-то вроде AirDrop. Можно в режиме видеозвонков с телефона параллельно демонстрировать еще и экран планшета, например, при каких-то рабочих звонках. Еще у Samsung есть собственные ноутбуки, но к нам они официально не поставляются. Тем не менее, у смартфонов Samsung есть возможность интеграции с любым Windows-ноутбуком через приложение «Ваш телефон». Вот я привязал Galaxy S22 Ultra к ноутбуку Huawei на Windows 11, и все работает, и ни у кого ничего не отвалилось от такой коллаборации. Подключив смартфон к компьютеру, вам станут доступны звонки и сообщения, и запуск Android-приложений прямо в Windows. Можно, например, запустить Instagram. Есть доступ к галереи с возможностью быстро копировать фотографии. В общем, полный набор. И, кстати, работает все довольно неплохо. Система у Samsung получается интересная. Она явно будет улучшаться, в нее проще интегрировать устройства от других компаний, и от самой Samsung уже много гаджетов, которые можно связать. Она позволяет легко интегрировать бытовую технику в умный дом и создавать самые разные сценарии с вашим телефоном. Но в чистом виде это все еще скорее набор разных возможностей, а не полноценная экосистема. Samsung только начинает активно внедрять полноценную связь как раз на базе своего умного дома SmartSynx. Думаю, что через 2-3 года они смогут нагнать Apple по количеству и качеству возможностей. И вот мы дошли до самого главного. Чем отличается экосистема Apple от конкурентов? И почему про нее так часто говорят? Для начала перечислю несколько вещей, которыми я пользуюсь чаще всего. AirDrop. Я думаю, вы знаете. Это передача файлов и ссылок с Mac на Mac, или с iPad на Mac, или с iPhone на iPad, без разницы. Работает AirDrop хорошо, и это очень удобная штука. Hand-off — это когда вы можете начать работать в программе или играть на iPhone, а продолжить на MacBook. Возможность принимать звонки и сообщения не только на телефоне, но вообще на любом другом устройстве Apple. Можно использовать iPad как второй экран для MacBook. Можно использовать одну клавиатуру и мышку вообще для всех устройств. Есть общая фотогалерея, общий буфер обмена, легкое переключение наушников, возможность использовать смартфон как пульт для Apple TV и так далее. У Apple таких связей очень много, и сделаны они зачастую интереснее. Дело в том, что компания сама проектирует все железо и софт, поэтому связи реализованы лучше. Но про все эти фишки есть куча разных видео, вы можете посмотреть их на YouTube, если вам интересно. А я вам сейчас покажу, в чем настоящее преимущество Apple. Во-первых, у компании есть умный голосовой помощник Siri. Да, у Huawei и Samsung ассистенты тоже есть, но они сильно отстают по возможностям и не говорят по-русски. Siri, конечно, тоже далеко не самый лучший умный ассистент на планете, но его можно улучшить с помощью сервиса команды или шорткатс, которые позволяют наколдовать себе вообще все, что угодно. От передачи скриншота с телефона сразу на компьютер до интеграции разных команд в умный дом. Я, например, чтобы не забывать поливать цветы, сделал себе вечернее напоминание, которое говорит мне полей цветы прямо из телефона, включает свет и запускает музыку на HomePod. Точно не пропустишь. Или еще сделал себе команду для Siri. Спокойной ночи, которая отключает свет, телевизор и умные колонки. Просто говорите «Привет, Siri, спокойной ночи» и все выключается. Таких вещей в шорткатс много. Можно напрограммировать себе все, что угодно и завязать все это на кастомные команды для Siri. У нас есть отдельное видео про команды и про шорткаты. Посмотрите его, там довольно интересно. Ссылочку оставлю в описании. Второе и, наверное, самое важное отличие экосистемы Apple в том, что она построена на облачной платформе iCloud, а не на отдельных приложениях. Ваш аккаунт Apple привязан к облаку, и там у вас хранятся все ваши бэкапы, пароли, записи в блокнотах и даже книги. В отличие от Samsung и Huawei, у Apple эта связь через iCloud выполнена на уровне операционной системы. Например, вы можете создать папку в iCloud на компьютере и закинуть туда нужные документы или файлы. Надо открывать какую-то дополнительную программу. Просто в самом Файндере выбираете раздел iCloud Drive и копируете сюда что хотите. Теперь эта папка будет доступна вам со смартфона, ноутбук или планшета. Заходите в приложение файлы, находите эту папку, и там лежат все документы, которые вы закидывали. Облачное хранилище так тесно вплетено в систему, что достать нужный файл – это вообще дело нескольких секунд. Можно просто через поиск на телефоне написать название документа, например, MateBook, и он покажет все файлы, которые есть на всех ваших устройствах с этим названием или с его упоминанием в тексте или скриншотах. Вот тут у меня, например, на рабочем столе компьютера лежат обложки и звук для обзора, и я легко могу вытащить все это дело хоть на телефоне, хоть на планшете. И такая синхронизация касается не только собственных программ Apple, но и сторонних производителей. У меня есть доступ ко всем текстам, что мы пишем для обзоров через несколько приложений, через iWriter, который синхронизируется по iCloud, и через Notion. Например, текст вот этого обзора и любого другого я могу открыть и отредактировать через телефон или планшет. А найти его очень легко через поиск Spotlight. Свайпаем по главному экрану вниз, пишем название файла, и вот он. Не надо ничего открывать дополнительно, искать там. В iCloud интегрированы не только телефоны и компьютеры, но и наушники, часы, умные колонки и метки AirTag. Если вы меняете часы, то при настройке новых все данные о ваших занятиях или физических нагрузках никуда не исчезают. Они подгружаются вместе с бэкапом. Если вы настраиваете новые наушники, они привязываются сразу ко всем остальным вашим гаджетам с той же учеткой. И это удобно. Еще один пример облачной интеграции всех продуктов Apple между собой — это поиск потерявшихся устройств. У Apple есть сервис, который называется «Локатор». Если вы потеряете свой телефон или планшет, то он сможет передавать сигнал по Bluetooth другим устройствам Apple поблизости, даже если у него нет сети, а батарейка села. Если рядом с потерянной вещью окажется хоть какое-нибудь устройство Apple, вы получите оповещение о его местонахождении. Все современные устройства Apple в мире образуют такую глобальную сеть для поиска пропавших гаджетов и вещей. А если у гаджета есть чип U1, то он сможет показывать свое точное местоположение до нескольких сантиметров. Кстати, с AirPods Pro и AirPods 3 это работает даже в нашем регионе. Попробуйте. Третье важное отличие экосистемы Apple от конкурентов — это единая подписка на все сервисы. Вы пользуетесь не только железками от Apple, но еще и ее сервисами Apple Music, Arcade, iCloud, Fitness+, TV+, и News. Все это можно получить по единой подписке Apple One. Тарифы есть разные. Я, например, уже много месяцев пользуюсь максимальной подпиской Apple One Premiere, которая дает мне 2 терабайта в облаке, доступ к сериалам, фильмам, музыке и играм. И все это дело я расшариваю еще на пятерых человек, что делает подписку и удобнее, и, разумеется, выгоднее. У Samsung и Huawei нет такой единой подписки, по крайней мере для наших стран и нет собственных подобных сервисов. Вот они, три главных отличия экосистемы Apple от Samsung и Huawei. Apple изначально построила все на облачной платформе, и это облако буквально встроено в операционные системы разных устройств. Кроме самих гаджетов есть тесная привязка к сервисам, есть умный дом на базе помощника Siri и системы автоматизации Shortcuts. Именно этих трех вещей нет у конкурентов. Или они есть, но реализованы не так удобно и не так доступно. Получается, что экосистема Apple действительно лучше продумана, теснее интегрирована в систему и имеет больше связей, чем у конкурентов. Но и у нее есть свои слабые места. Главная задача любой экосистемы – создать среду, из которой вам не захочется уходить, и продать вам как можно больше других гаджетов и сервисов. Как это делает Apple? Нужен вам, например, монитор для вашего MacBook, такой, чтобы и разрешение 5К, и колонки встроенные, и веб-камера, и управление с клавиатурой было. Чтобы получить все эти хотелки, вам придется купить монитор Apple. Или хотите вы заниматься спортом самостоятельно, дома, с сервисом Fitness Plus. Очень, кстати, хорошо сделанный сервис, и у нас про него есть отдельное видео. Вот чтобы этот сервис работал как надо, вам нужны часы Apple Watch. Они считывают все показатели во время занятий, и регистрируют их в приложении «Фитнес и здоровье». Apple, как никто другой, умеет продавать. Когда вы хотите купить себе какой-то новый аксессуар, первым делом вы смотрите на продукты Apple. И в этом как раз и есть слабость экосистемы Apple. Если вам нужна тесная интеграция продуктов друг с другом, придется покупать все только у одной компании. Так работают все, но, например, Samsung ограничивает вас меньше, потому что у этой компании нет собственных мультимедийных сервисов, а смартфоны работают на базе Android. Вы можете настроить весь умный дом на программах от других компаний, использовать ноутбуки Asus, наушники Sony, телевизоры LG и так далее. Понятно, что все это будет работать не так удобно и красиво, но работать будет. Ну а если вы, например, пользуетесь ноутбуком Apple и смартфоном от Samsung, то у вас будут вечные головные боли по банальному перекидыванию файлов туда-сюда. Apple вам как бы говорит сразу, купил MacBook? Ну давай, дружок, покупай еще и iPhone. Ну а чтоб совсем хорошо, купи себе еще Apple Watch, AirPods, HomePod и подписку. Такие вот дела, такие вот системы. Делайте выводы сами, что для вас удобнее и приоритетнее. Ну а если вам понравилось это видео, поставьте ваш лайк и не забудьте подписаться на канал. Кстати, у нас есть Patreon и Boosty, где вы можете подписаться на нас и поддержать, если вам нравится наш контент. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...